Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Path of Exile, и в прошлый раз я победил Краба. И сегодня я пойду дальше по сюжету, туда вот примерно, и буду разбираться с тем, что там происходит. Но перед этим стоит продать все, что я насобирал. И насобирал я хроматик предмет, перчатки, меч. Я мог бы, опять же, опознать перчатки и использовать их, но я не вижу в этом особого смысла, потому что сокеты в них не особенно мне подходят. И ничего особенно хорошего по статам здесь не может пока что попасться. Так что, как бы, ну да, у меня там станет, допустим, на, не знаю, на процент больше жизни, если это будут перчатки с жизнью. Поможет ли это мне сейчас? Не сильно. Так что я лучше их просто продам. Также у меня есть Ice Shot, это камень для луков, который конвертирует часть урона в лед. И создает конус льда за врагом. То есть я попадаю во врага, дамажу его и дамажу всех сзади него конусом. Но, естественно, я не использую луки, так что это я тоже продам. И выложу все, что я получил. И пойду дальше. Я мог бы проверить, что мне продают и поискать там хроматики, но хрен с ним. И эта локация обновилась с прошлого раза, хотя времени не так уж много прошло. Ну ладно, поехали искать из нее другой выход. Я, в принципе, могу особенно не убивать врагов. Я седьмого уровня, локация пятого уровня. Я выше. На два уровня выше я все еще получаю здесь полную экспу. На три уровня, если я буду выше локации, то я уже буду получать немножко меньше экспы. И потом на четыре уровня я буду получать сильно меньше экспы. На пять уровня я буду получать еще сильно меньше экспы и так далее. В общем, два уровня это дефолтная разница, при которой я получаю полную экспу. И потом с каждым... Нет, с каждым шестнадцатым, по-моему, моим уровнем оно на один поднимается. То есть, если я буду выше шестнадцатого, то я буду на три уровня выше и ниже меня получать полную экспу. Если я буду тридцать второго и выше, то я буду на четыре уровня плюс-минус получать полную экспу и так далее. И вот, опять же, снова этот подъем ведет туда, куда мне нужно. И если я пойду мимо этого подъема, в сторону как бы, то я приду к спуску в сторону краба. Где-то здесь он дальше будет, либо чуть вверх. Скорее, чуть-чуть вверх, да. Но он достаточно далеко, но он всегда вот так вот параллельно. Ну, видимо, он либо там, либо еще ниже. Ну, ладно, не так же важно. В любом случае, если я вижу этот мост, то я знаю, что в сторону краба мне не на мост. В сторону продолжения игры мне на мост. И здесь также еще один Харбинджер, которого я могу, конечно, убить. Они не очень ценные, так что, в принципе, особого смысла в этом можно сказать нет. Но посмотрим. Немножко кусков всяких разных орбов мне сейчас не помешает. Шард алхимии. Пять шардов трансмутации. Два шарда альтерации. Байдинг шард. Но пока что с этим всем я ничего не могу сделать. И также там есть эссенс, который на карте вот так вот помещается. Это такая вот пачка замороженных мобов. И на них написано, что... Что в них за эссенс, который их замораживает. В данном случае это висперинг эссенс оф хейтрид. Висперинг это его тир. И на иконке у него такая одна полоска. И этих тиров есть семь. Я не помню, как они все по названиям. Но, в общем, потом там будет две полоски, три полоски и так далее. Вообще до пяти максимум можно найти. И дальше их можно только крафтить. Но это... Это сильно забегая вперед. А хейтрид это тип эссенса. И эти эссенсы это такой особый крафтовый предмет. Но в данном случае что важно? Если я три раза кликну на этого моба, то он оживет. И все вокруг него оживут и будут пытаться меня убить. И если его убьют, то он этот эссенс дропнет. И в зависимости от того, какой это тип эссенса, то есть хейтрид, это дает ему разные бонусы. В частности, от хейтрид он время от времени выстреливает вот так вот ледяными... Ледяными шарами во все стороны. Ну и также это просто редкий моб. При этом эти ледяные шары, только один из них может в меня попасть. То есть даже если я вплотную к нему стою, только один в меня попадает. Но если он вплотную к стене, например, стоит, то они взрываются об эту стену и могут меня несколько задамажить. Ну да ладно. А и эссенсы это такая интересная вещь. Они по сути превращают белую шмотку в желтую. И в этой желтой шмотке будет от 3 до 6 статов. И один из этих статов гарантирован. То есть в данном случае, если я кидаю этот эссенс в двуручное оружие, милишное, то я получаю на этом оружии гарантированно от 2 до 5 урона. То есть разброс нижней грани урона 2-3 и разброс верхней грани урона 4-5. И столько вот ледяного урона на этом оружии будет. И плюс еще от 2 до 5 других рандомных статов. И вторая строчка в этом всем описании. Параметры ограничены уровнем 35 и ниже. То есть то, что получится, не может требовать выше 35 уровня. Плюс оно ограничено уровнем самого предмета. То есть это значит, что если я кину этот эссенс в какой-нибудь предмет, который я найду там, не знаю, на 70 уровне, то все статы на нем получатся довольно-таки хреновые. Потому что разбросы статов зависят от уровня предмета. То есть, скажем, резисты. Cold Resist здесь оно может давать на броне и всяких разных других вещах. И в данном случае оно дает от 6 до 11 Cold Resist. И, допустим, там на предметах, которые мне могут выпасть сейчас, там на 7 уровне, на 5 уровне, там примерно такой же разброс, там от 0 до 11 резиста может быть. На предметах, которые выпадают в эндгейме, там выше 60 уровня, там этот разброс сильно выше. И там может быть вплоть до, там, не знаю, 48 резистов. И это ограничено уровнем предмета. И в данном случае, как бы, этот стат фиксирован, который сам этот эссенс дает, но остальные статы ограничены 35 уровнем. То есть на нем, даже если я кину этот эссенс в, там, предмет 85 уровня, это не максимальный на самом деле, но это почти максимальный уровень предмета, который я могу найти, то на нем не может получиться, там, 48 резистов. Ну, в общем, как-то так. На самом деле, это довольно полезно, потому что код резист мне относительно скоро понадобится. Также еще один уровень получил, я возьму жизнь, плюс жизнь при убийстве, плюс сила. Неплохо. Нет, 200 хитпоинтов уже. И где-то здесь должен быть выход в следующую локацию. И также босс этой локации, это вот эта вот хрень, которая сумонит мелких кальмаров и стреляет фриспульсом. Не очень опасная хрень. Так что, в принципе, все нормально. И да, вон там выход. И этот выход ведет на ледж. Ледж приятная локация, линейная. Просто я иду вперед и убиваю все по пути. И вроде здесь достаточно тоже халявные скелеты. Лучники, милишники и еще пара видов врагов. Ну, разберемся. Я не убиваю абсолютно всех врагов. Если там один драк выжил из толпы, то нет особого смысла его добивать. Как бы я опыта за него довольно мало получаю. И идти вперед и убить еще одну толпу будет выгоднее. А также здесь появляются тотемы. Этот тотем, он просто стоит и дает либо какой-то баф врагам вокруг себя, либо какой-то дебаф мне, когда я к нему подхожу. В данном случае он меня замедляет, когда я рядом с ним нахожусь. А если я от него отойду, это замедление пропадает. Я могу убить этот тотем. И тогда его эффект исчезнет, естественно. Но тотемы бывают много разных с различными эффектами. Еще скелеты. И вейпоинт. На этой локации у вейпоинта есть такой ориентир, что вот эти вот три столбика, они в сторону выхода. То есть туда, куда нужно идти. То есть если я, допустим, дойду до этого вейпоинта и перестану играть на сегодня, и завтра я зайду, создам новую локацию здесь, потому что старая закроется, естественно. А то я могу сразу определить, куда мне идти. То есть вперед, это сюда, где эти три столба. Ну и тут все еще всякие скелеты. Которые ничего ценного не дропают, кроме каучанов белых. Окей, и вот этот вот тотем дает риген. Врагам вокруг себя. Ну это им не сильно помогает. Особенно когда тотем мертв. Чейнбилд пояс у меня, в принципе, уже есть один. Чейнбилд дает энергощит. Я возьму тот, который дает немножко больше энергощита. А вот эти вот твари, это интересный противник. Они жрут трупы, и потом этими трупами стреляют. Такая трупная артиллерия. И за каждый сожранный труп они там могут сколько-то выстрелов сделать. Довольно веселая штука. Ну при этом, если вокруг нет трупов, то у них есть только какая-то уныло-милишная атака, которая не сильно им помогает. И босс этой локации это Кудуку. Тотем. Тотем, который кастует ледяные заклинания. Он кастует спарк. О, серебряная монетка. Он кастует спарк. Такие вот мелкие электрошары, которые хаотично по земле в мою сторону едут. И если я подхожу к нему близко, то он кастует не ледяную, а электрическую новую, конечно же. Кольцо. Которое дамажит немножко больнее, если я стою в кольце. То есть, если я чуть ближе к нему подойду, то я буду меньше урона получать. Спарки также, которыми он стреляет, они могут рикошетить от стен. То есть, если я вот здесь вот стою, то оно может там мимо меня пролететь, прететься в стену и прилететь снова в меня. Что может быть неприятно. Я подобрал серебряную монетку. Это как бы предмет, который я пока что не могу использовать. Но скоро. На следующей локации я получу возможность его использовать. Ну окей. Я возьму еще немножко жизни. Сколько у меня уже маны требуется? 13 на орб. Большая бутылка маны. Неплохо. И еще один Харвенджер. Который, опять же, призывает мобов с этой локации, дает им какие-то разные бонусы. Харвенджеры бывают разных типов, и они дают разные бонусы. Но в большинстве случаев это не сильно мешает. Два байдинг-шарда, и трансплутация алхимии, и все такое. Сойдет. Респульс здесь довольно хорош, потому что мобы часто так в линию выстраиваются. Так что я могу их всех сразу дамажить. Ну и огненная ловушка здесь тоже хороша, потому что я могу просто кинуть ловушку и побежать дальше. И она там догорит само. В идеале. Проблема в том, что она догорит и дропнет лут где-то там в 15 экранах от меня. Но все же. Ну и здесь уже должен быть выход после кудуку. Да, вот он переход на следующую локацию. И это клайм. На котором все довольно очевидно в плане ориентации на этой локации. Я постоянно поднимаюсь вверх, если у меня есть возможность подниматься вверх. И все, собственно. Здесь есть вейпоинт, который довольно легко пропустить. Но он, в принципе, ни для чего не нужен. Что здесь такое происходит? Просто очень длинный. Да, очень длинный проход. Странная генерация. Как бы возвращаться сюда никогда мне не понадобится. Скорее всего. Так что если я пропущу вейпоинт, ну и хрен с ним. Хотя, конечно, есть ачивка в игре. Собрать все вы поинты на одном персонаже. Но, по-моему, у меня ее все еще нет. Несмотря на то, что я играю там с релиза. Ну, еще essence. А, и да. Здесь монстры. Это вот эти вот козлища. Они прыгают. Они стреляют фаерболами. Это разные, разные виды. Есть милишники, которые прыгают и избивают меня в ближнем бою. Есть шаманы, которые стреляют фаерболами. И они кастуют на себя Моутеншел. Это вот эта вот обилка, что вокруг них появляются какие-то деревянные иероглифы. Если я их бью физическим уроном и наношу им какое-то количество этого урона, то эти деревянные иероглифы взрываются и дамажат меня. Но это работает только от физического урона. Поскольку я дамажу их льдом и огнем, то это мне не сильно мешает. Essence of War. Еще один вид эссенса. Этот будет создавать такие шарики, которые летают за мной и стреляют молнией. Ну, или летают мимо меня и не стреляют молнией. Окей, да. Вот так вот примерно. И сам этот эссенс дает всякие бонусы к энергощиту и к свелдамагу. И вот он вейпоинт. Ну и дальше опять же я поднимаюсь, если есть возможность подниматься. То есть вот здесь вот подъем, я иду сюда. Колесные скелеты также. Еще один драг здесь. Ничего особенного в принципе. И я иду дальше сюда. И заморозил скелеты в воздухе. А, не скелеты, а козлища в воздухе. Почему бы и нет? А босс этой локации, это вот этот вот чувак, Iron Point The Forsaken. Это лучник, который стреляет дождем стрел. И просто сплитый аром, пачка выстрелов. Не супер опасен. Если я двигаюсь, то его дождь стрел в меня не особенно попадает. Если я двигаюсь в одном направлении, а не кругами. Понемногу бегаю по небольшому месту. Ну и в целом. Не очень опасный мини-босс. Но также здесь есть еще один мини-босс, который чуть дальше. И также здесь есть NPC, который чуть дальше. Окей. Навали предсказательница. И огромная куча козлища. Если я пройду чуть вперед, то тут прилетит мега-козлища и убьет всех. И он является местным вторым мини-боссом. Ну, у него есть вот такая вот фигня. Что он бьет меня посохом и создает кучу огненных шаров, которые вокруг взрываются. Проблема в том, что если они взрываются... Как бы каждый из этих шаров может меня задамажить. Они все могут меня задамажить одновременно. Правда, при этом у них урон очень низкий. Так что это не сильно мешает. Но все же. Ну и также он прыгает с такой вот большой ауэшкой. Желтые перчатки. Вот это вот тоже интереснее звучит. И после этого я спас Навали, и она мне может помогать. Это предсказательница. Она теперь будет в городе, и можно ей сдавать серебряные монетки и получать пророчество. И пророчество это такая довольно интересная механика. В принципе, я могу сейчас попытаться это сделать. При прокачке вообще это не очень рекомендуется делать, потому что в эндгейме пророчество ценнее. Но с другой стороны, серебряные монеты это не то, чтобы особенно редкая вещь. Так что почему бы и нет. В общем, я могу нажать Сиг Професса, и оно даст мне одно пророчество. Тут у меня есть семь слотов для этих пророчеств. То есть я могу иметь семь одновременно. И в данном случае это как бы модифицирует что-то, что дальше произойдет. В данном случае это пророчество модифицирует игру следующим образом. Я обнаружу уличную локацию, на которой будут жабы. То есть просто вся локация... Ну не вся локация, но в общем там будет куча дополнительных мобов, которые будут жабами. И они не агрессивные по отношению ко мне. То есть у них нет никаких атак или еще чего-нибудь подобного. Но зато они дробуют какой-то лут дополнительный. Так что это просто следующая по сути уличная локация, на которую я зайду. На ней будут вот эти вот жабы. Что относительно не скоро, правда. Потому что сейчас у меня будет две достаточно длинных не уличных локации дальше. Но бывают пророчества, которые там каким-то образом модифицируют врагов. Там делают локации сложнее, делают боссов сложнее. Типа там следующий босс, которого я встречу, будет с какими-то там бонусами. А есть пророчества, которые дают мне там возможность получить некоторые предметы. Типа я убью какого-нибудь конкретного монстра. И он дропнет какой-нибудь конкретный уник. Конкретного монстра в том плане, что это желтый монстр конкретного типа. То есть, допустим, это может быть, что я убью там редкого вот этого вот козлища. И он дропнет мне какой-нибудь там конкретный уникальный предмет. Или что-то подобное. И есть также пророчества, которые апгрейдят уникальные предметы. Что я, используя какой-то уникальный предмет, убиваю какого-то босса. И этот уникальный предмет становится немножко другой своей версии. Которая имеет какие-то дополнительные бонусы. Но это довольно редко попадается. Ну и там, в общем, миллион еще этих разных пророчеств. Но они, в общем, делают разные интересные вещи. Ну окей. Тем временем я дошел до тюрьмы. Нижняя тюрьма. И за вход сюда я получаю, по сути, награду за квест. За то, что я обнаружил эту тюрьму. Так что я могу дойти до вейпоинта, который неподалеку. И вернуться в город и получить камень. За это все. Поговорить с Нессой. И она даст мне выбор из нескольких суппорт камней. Ледяной урон. Прибавка ледяного урона к заклинаниям. 4-6. Электрический урон. 1-8. Лесар Мультипл Проджектиус. Добавляет два дополнительных снаряда. То есть мой фриспульс будет стрелять не одной волной, а тремя с разбросом. Это может быть полезно. И Вейд Майпулейшн увеличивает хаос урон. Уменьшает элементальный урон. Для хаос заклинаний, естественно, всяких и атак и всего такого. Наверное, я даже не знаю, что мне взять. В итоге мне ничего из этого не понадобится. Тому билду, который я собираюсь делать. Так что, в принципе, мне брать из этого что-то, что мне сейчас поможет. Ну и сейчас я, наверное, могу вот что сделать. Я могу переставить вот сюда вот фриспульс. Фризинг пульс. И у меня получается залинкованные два синих и зеленый. Так что я могу взять синий, электроурон. И вставить его сюда. Все залинкованные сокеты работают на все залинкованные сокеты. То есть в данном случае этот электрический урон, он влияет и на фриспульс, и на фриспульс. Фриспульс и фриспульс друг на друга никак не влияют. Потому что это активные камни, а не суппорты. Но, в общем, из-за этого я получаю небольшую прибавку урона. Ну, то есть так у меня 57 дпс на фриспульсе и 12,4 среднего урона за попадание на фаертрапе. С этим у меня 74 дпс, то есть довольно-таки неплохо вырос. И здесь 20 урона за попадание, а не 12, то есть тоже довольно неплохо вырос. Довольно хорошая прибавка урона. Но при этом тут есть множитель маны 130%, так что эти заклинания стали дороже. Так, у меня 10 маны это стоит и 7 маны это стоит, а с этим всем 13,9 манкост повысился. Так же еще мне здесь предлагается что? Мультипл трапс, трап-суппорт, мели-сплэш, адед фаер, адед колд, адед лайтнинг, лмп опять же, которым не с чем линковать, увеличенный крит-шанс, потом понадобится когда-нибудь, но потом я его и возьму. Дополнительная меткость, шанс испугать противника, что он убегает, самый бесполезный суппорт в игре, наверное. Ну да ладно, ослепление туда же, дальнобойный тотем, выдмиплечные предлагали, минное поле, мины. Ну в общем, да, куча всего слегка интересного, но ничего такого, что я мог бы использовать на этом билде, что сейчас, что в будущем, кроме крит-шанса, который я смогу использовать в определенной ситуации. Но в данном случае здесь есть две интересных вещи вообще, это во-первых, ну три по сути. Это, во-первых, трап-супорт, которым я могу любое заклинание сделать ловушкой, то есть у меня есть вот эта вот моя огненная ловушка, я могу также сделать свой фрис-пульс ловушкой, что я буду кидать ловушку, и когда противник на нее наступает, она будет кастовать фрис-пульс. Это в данный момент мне не сильно помогает, но это, это вариант. То же самое мина, мины от ловушек отличаются чем? Мину я ставлю, я в принципе куплю и покажу, как это работает. Но мину я установлю и потом активирую, то есть это с дистанционным управлением навыки, по сути. Ловушки. И также здесь есть рейндж-атак тотем, это тотем, который использует дальнобойные атаки, то есть если я поставлю там какой-нибудь айс-шот, который я до этого продал, залинкую его к этому тотему, то я буду ставить тотем, который стреляет, по сути, такой турель. При этом мне все равно нужно иметь лук в руках, потому что оно будет брать урон от моего лука, или жезл, если я использую атаку, которая с жезлами работает. Ну и оно, опять же, берет урон от моего лука, тотем стоит 8 секунд, наносит меньше урона по сравнению с тем, что если бы я руками стрелял, и имеет меньшую скорость атаки. Но, естественно, я могу поставить тотем и еще и сам стрелять каким-нибудь другим навыком. Или я могу, взяв определенные поинты на скил 3, или взяв определенные уникальные предметы, я могу ставить несколько тотемов. Тоже вариант. Ну и в данном случае, что касается этой мины, я ее быстренько вставлю вместо... вместо... вместо войти на дамага, я, по сути, ставлю мины, и потом я жму D, и они активируются и выстреливают фриспульсом. Билды, основанные на минах, в принципе, это... слегка интересная вещь, я никогда ими не пользовался. Но есть несколько навыков, которые билдят через мины. И я могу, опять же, по-моему, сколько? Пять мин поставить одновременно. Ну окей. В данный момент в этом довольно мало смысла с этим скиллом и с тем, что я вообще делаю. Но когда-нибудь, может быть... Ну, по крайней мере, это слегка весело. При этом оно больше... Ну, немножко больше маны тратит, и там есть бонус урона. Должен быть бонус урона, по крайней мере. Конкретнее... Да, мины наносят на 30% больше урона и стоят 16 секунд. Ну и если я беру потом всякие пассивки, связанные с минами, то это можно сделать вполне эффективным. Так, у меня есть две больших бутылки маны и одна большая бутылка жизни, что довольно неплохо. И также у меня есть вот эти вот желтые перчатки, которые имеют довольно трэшевые статы, но все-таки. Ловкость у ворот. У ворот и энергощит процентный бонус. Это процентный бонус вот такой вот. И вообще практически все бонусы, которые... На которых не написано, что это глобальный бонус, они относятся к конкретному предмету. То есть это плюс 13% у ворот и энергощита конкретно этих перчаток. И сверху 20,7% это уже с учетом этого бонуса написано. И еще плюс 3 энергощита и плюс 7 эвэйджина тоже туда учитывается. И 8% редкости предметов, которые я нахожу. Редкость это значит, что я нахожу меньше белых предметов и больше вместо них синих, желтых и уникальных предметов. Это не влияет на количество предметов, это не влияет на то, насколько часто я нахожу всякие там редкие орбы и все там подобное. Это просто влияет на то, что вместо белых предметов мне дропаются синие и желтые Ну и уникальные Ну окей И также я нашел кое-что интересное Ну, нашел Нашел в том плане, что я дошел до кое-чего интересного Это испытание Восхождение, вроде бы так оно по-русски называется В общем, это Трайвов Ассенденции Это испытание с ловушками Его нужно выполнить и еще 5 других нужно выполнить в других локациях И после этого я смогу пойти в лабиринт и взять себе подкласс продвинутый Ну, в данном случае оно довольно простое Эти шипы не очень дамаговые, то есть вот оно в меня попало и снесло мне там, не знаю Треть жизни, чуть меньше Но при этом они дамажат на процент от максимума То есть они одинаково дамаговые, независимо от того, сколько у меня жизни То есть сейчас они снесли мне там, не знаю 50 хитпоинтов Потому что и из 250 Если бы у меня было там, не знаю, 25 тысяч хитпоинтов То они снесли бы мне 5000 хитпоинтов, по сути То есть урон у них процентный Плюс они навешивают блид Ну, он процентный, но он уменьшается всякими там броней И модификаторами, которые там уменьшают получаемый мной урон Так что можно с этим... А, можно с этим все-таки что-то сделать И да, они навешивают блид, кровотечение И кровотечение это такая вещь, от которой я получаю, собственно, дот физический И если я двигаюсь, то я получаю больше урона от кровотечения То есть сейчас вот я побежал и меня почти убило Это из-за того, что я побежал Ну, по сути, испытание пройдено Здесь стоит в конце вот такая вот хреновина И если я ее трогаю, я получаю Озвучку того, что я прошел И вот здесь их 6 штук Первый в тюрьме На первом уровне Ну и дальше, по мере того, как я буду приходить на вакации, где она все находится Я буду их проходить Ну окей, также оттуда я слегка увидел выход из этой вакации Что тоже слегка помогает В тюрьме каких-то особо полезных ориентиров нет, по сути Так что я про нее особенно ничего сказать не могу Комната с выходом всегда такая Кроме этого, ну, просто Бегаешь как идиот по тупикам, пока не найдешь выход Это все, что касается тюрьмы И у нее есть еще второй уровень, который немножко более запутанный Немножко более сложный И судя по тому, что оно не открывается Оно сейчас, нет, все-таки откроется Ну, бывают иногда всякие баги, что локации не открываются Ладно, дальше, что я возьму, это вот этот вот поинт Скорость атаки, скорость каста, ловкость и интеллект Мне, в принципе, только скорость каста в данный момент помогает Но потом скорость атаки будет немножко более важна И также это проходной поинт к вот этому всему доту, который я буду брать И который мне будет помогать немножко сильнее позже Да, то что локация доугрузилась Это Это был плохой знак, потому что лаги Причем лагают вот так вот иногда Конкретные локации, то есть если я перейду в предыдущую Тут все окей Если я пересоздам Новую тюрьму, там скорее всего тоже будет все окей Ну не знаю Это сейчас В последнее время такие баки какие-то бывают Но если у вас какая-то Локация конкретно так сильно лагает То имеет смысл ее попытаться пересоздать Не всегда есть возможность Ее пересоздать, потому что пересоздавать Так можно только локации во время прохождения Сюжета В эндгеймовом контенте Вам локации пересоздавать никто не даст Потому что там они открываются конкретными предметами Так что там все немножко хуже Ну что поделать Ну окей Ну и здесь Здесь уже нет никаких Никаких испытаний или чего-нибудь еще И отсюда я просто пытаюсь найти выход К боссу И также поскольку я иду к боссу Мне стоит немножко уже собирать Шмот, потому что это первый сложный босс во всей игре Сложный в том плане, что у него есть какие-то шансы Меня убить, например Ну Может быть у него и нет каких-то шансов меня убить Значит нет, сейчас у него есть какие-то шансы меня убить Но пока я до него дойду Я надеюсь я все-таки достану что-нибудь еще Адекватные шмоты у него пропадут, шанс меня убить Скажем я возьму вот эту броню Пока что в инвентарь На боссе я ее эквипну Эти перчатки Лучше чем те, что у меня Потому что мои Не дают мне ничего хорошего Кроме редкости Находимых предметов Ну и вейжен они немножко побольше чем эти дают Но эти дают мне 18 хитпоинтов И 9 Коуд резиста, 9 лайкинг резиста И 18 хитпоинтов Это на деле больше чем 18 хитпоинтов Потому что у меня на скил 3 взяты дополнительные хитпоинты Ну окей Мини босс этой локации Это вот этот некромант Солбонс Который сумонит скелетов Он кастует десекрейт Это такая фигня Что вот эти вот Зеленый такой дым появляется И надгробия Зеленый дым дамажит меня пока я в нем стою И плюс это создает трупы Из которых он там может всякие вещи делать Ну и плюс он просто на мне сумонит скелетов Но в целом не очень опасно Медиумная бутылка жизни Коралловый амулет Пояс Хэви белт дает силу Это даст мне немножко хитпоинтов И в принципе это в данный момент ценнее чем энергощит Окей Ну опять же я хаотично бегаю по локации И пытаюсь найти выход Потому что каких-то особых ориентиров в тюрьме нет Или если они есть я их не знаю Такое тоже вполне возможно А также на меня кастуют проклятие Вот эти вот зеленые круги Которые надо мной появляются Некроманты здесь кастуют Такой огромный зеленый круг на земле И он Вешает на меня проклятие Которое работает там 5 секунд или типа того И в данном случае Это проклятие Это инфибл Ослабление И оно уменьшает урон Который я наношу Точнее оно уменьшает мой урон Оно уменьшает мою меткость Мой крит шанс И мой крит множитель То есть по сути Если я использую Атакующий критовый билд То инфибл мне очень сильно режет урон Потому что он режет его Четырьмя различными способами Если я использую Некритовые заклинания То я просто Получаю только штраф к урону Потому что я не критую Так что крит шанс мне пофиг И крит множитель И заклинания всегда попадают Так что Меткость мне тоже пофиг Так что хорошо Что я использую Некритовые заклинания Ааа Окей Это слегка Расинхронизация Но бывает И у меня Кончился инвентарь Точнее У меня не кончился инвентарь Я пытался подобрать Двручную дубину Которая очень много места занимает Поэтому она не вылезает Окей Ну и вот он выход Выход к боссу А что я хочу подобрать В плане Скилл 3 Наверное Дот мне прямо сейчас Не поможет Так что вместо него Я возьму элементальный урон Который немножко Больше поможет Здесь я встречу Пайти С ней мы еще встретимся Больше раз Чем хотелось бы Ну и дальше Я просто иду вперед Наверное имеет смысл Вот что сделать Я открою портал Потрачу один из двух порталов Который у меня есть И я схожу в город Потому что я хочу продать Свои средние 3 бутылки И получить из них Большую бутылку жизни Потому что 2 больших бутылки жизни Мне очень даже помогут Одна из бутылок Которую я продаю магическая Но хрен с ней Окей Также я опознаю это кольцо Просто потому что я могу 9 жизней Полезнее чем 20 маны Ну и кинжау Ну и кинжау Нет кинжау я не буду опознавать Он мне с очень маленькой вероятностью Конечно может помочь На нем Может быть спел дамаг какой-нибудь Но хрен с ним Окей Мелкие бутылки маны я продам Потому что у меня уже есть Большие бутылки маны Кольцо маны я оставлю Я его пока что В инвентарь выкинул Но это пока что Для эссенсов у меня есть Отдельная вкладка премиумная Но если у вас ее нет Можно их складывать В совершенно любую вкладку Естественно И я эквипну вот эту броню Потому что она дает кучу Эвэйжена и брони Ну на данном этапе кучу То есть 48 и того и другого Это конечно По меркам эндгейма Это абсолютно нихрена Потому что там Если у вас нет Не знаю 25 тысяч эвэйжена Или брони То оно Особо ничего не делает Но по меркам Локации 9 уровня 48 брони И эвэйжена Это вполне Что то Особенно учитывая Что этот босс К которому я иду Он не очень меткий Так что 222 эвэйжена Это вполне мне Поможет То есть 45% Шанс у ворота Это в принципе Звучит похоже На То что сейчас будет С боссом происходить Плюс у меня есть 22% шанс блока Потому что я использую щит Который дает 22% шанс блока И плюс у меня есть Ну там какой-то Небольшой реген жизни Реген маны И все такое И адекватное количество жизни 300 хитпоинтов И все Тому подобное А здесь я иду За следом крови Если я хочу Как можно быстрее Добраться до босса Потому что тут есть Пара ответ Ну пока что здесь В данном случае Пока что нет ответвлений Ну вообще бывают тут Всякие ответвления Но если я буду идти По следу крови То я приду Да вот здесь вот есть Развилка То я приду Ко входу К собственно боссу И когда я захожу сюда Я имею 10% Не 10% А 10 секунд Неуязвимости Чтобы просто посмотреть Что тут происходит И если я ничего не делаю То он подходит ко мне И бьет меня Если я что-нибудь сделаю Там использую какую-нибудь атаку Поставлю тотем Еще что-то подобное То он сможет использовать Другие обилки Но когда я впервые захожу Он Если я ничего не делаю То он просто подходит ко мне В общем это Это брутус Он Довольно опасен В плане того урона Который он наносит Но при этом Сражаться с ним Достаточно просто Дальнобойными персонажами Милишными в принципе тоже Если у вас есть адекватное оружие Что он умеет делать Он умеет делать Вот такую вот хрень Которая меня притягивает Если он попадет И он умеет делать Вот такую вот хрень Такая волна По земле идет И она очень дамаговая Под нее не стоит попадать Но у нее долгий замах И Достаточно очевидно Что он это делает И также он умеет Создавать Такие шипы на земле Которые слегка дамажат Ну и по сути Я просто уворачиваюсь От него И стреляю По-моему шипы Это заклинание Так что они попадают Всегда Все остальное Что он делает Это атаки И шанс у ворота Мой работает от них То есть я вполне могу От этого вот Ну в данном случае Мне не удалось От этого увернуться Но зато Оно не так уж больно Задамажило Когда у него останется Меньше половины жизни Он Получит еще одну способность Но в данном случае Она скорее мне помогает Потому что Это еще одна способность Которую он получает Это Возможность призывать Скелетов Которые падают в клетках И скелеты эти Сами по себе Не очень дамагивают Сейчас я увернул Кстати его волны Скелеты эти Сами по себе Не очень дамагивают Зато убивая их Я могу набирать себе Бутылки И все там подобное делать Ну в принципе Сейчас я могу Его просто танковать Потому что у меня Достаточно жизни У меня есть немножко У ворота Так что он не всегда По мне попадает Так что я могу просто Стоять прямо перед ним И спамить И это работает Ну окей Брутус убит Он надропал Кучу всякого хлама И в принципе Ничего ценного Он не дропнул И я могу пройти Чуть дальше И там будет Вейпоинт Я смогу Вернуться в город Я могу также Использовать портал Чтобы вернуться в город Или я могу Просто выйти из игры Потому что При убийстве Брутуса Автоматом открывается Следующий вейпоинт То есть теперь Я когда зайду в город Я могу телепортироваться Сразу в следующую Акацию И это тоже Довольно таки полезно Знать И также За убийство Брутуса Я получаю в награду Еще немножко Разных камней В данном случае Я получаю Свою первую ауру Кларити Которая восстановлюет Мне ману Ее я возьму Потому что она полезна Но помимо нее Я еще пару вещей возьму Но сначала я продам Все что мне надропалось Может быть мне нужен Амулет силы Не уверен Но все остальное Мне явно не нужно И это броня тоже Потому что броня замедляет Кольцо тоже В принципе Нет Окей И теперь я куплю себе Всяких других камней Которые мне предлагают Что мне нужно И что мне вообще предлагают Мне предлагают Кучу разных Мувмент объемок Flame Dash Lightning Warp Burning Blades Blink Arrow И И все по сути Это все Обилки Которые позволяют Мне перемещаться Flitter Strike В принципе тоже Но это скорее Атака А не перемещение Все остальные Это всякие телепорты И все тому подобное Flame Dash Это огненный телепорт На короткую дистанцию Который Имеет заряды Как моя ловушка И кулдаун Lightning Warp Это электрический телепорт Он достает дальше Но он С задержкой То есть я кликаю И меня телепортирует Только там через секунду Verling Blades Это я Проезжаю вперед И атакую противников Мечом Или кинжалом Или еще чем Подобным Когтем еще Позволяет довольно Быстро перемещаться В некоторых ситуациях Flitter Strike Это удар с телепортом Для перемещения Не очень хорошо Подходит Потому что Это именно На противника Кастуется То есть если нет Противника Я не могу это использовать Blink Arrow Это выстрел с телепортом То есть я стреляю Из лука И телепортируюсь Туда куда я выстрелю Тоже полезно Для перемещения Ну и в принципе Все Я из этого Наверное Возьму Flame Dash Потому что Он наиболее адекватен Мне бы некуда вставлять Правда Но что поделать Окей Больше мне ничего Не нужно сейчас Что за амулет 4% брони Так себе амулет Также я подобрал Где-то точильный камень Точильный камень Увеличивает качество Оружия Качество оружия Увеличивает урон Этого оружия И все собственно Для всяких Жезлов И Скипетров И Всего такого Что я использую Магам Это абсолютно Ничего не дает Потому что Базовый урон Оружие На меня Никак не влияет Так что С этим Мне ничего делать Не нужно Так что Я просто В данный момент Продам Этот Точильный камень И получу 4 свитка За это Довольно неплохо Ну Продается Потому что Мне этот шлем Исключительно Ради Сокета Нужен И Вейжена Сколько Пофиг Абсолютно Окей И мне бы не помешал Вообще еще один Синий сокет Где-нибудь Но это Немножко Сложнее Я могу Ауры Требуется 2.9 Собака Обезьяны Не знаю В общем Они взрываются При смерти Огнем Как мои Огненные ловушки И также Здесь есть Электрические Козлищи Которые Кастуют Шокнову И Спарти Не супер Опасно Нова Дамажит По кольцу Больнее Чем В центре То есть Если совсем Вплотную То она Меньше Дамажит Ну Спарти Это Спарти Кожный Пояс 40 сил Не 40 сил А 40 Жизни Неплохо Плюс 31 ХП Я пробегу По дороге Просто Чтобы Посмотреть Что там Происходит Но Там Тупик Происходит Я это И так Могу Сказать Окей Ну Сюда Сюда Мне не попасть Ну Аугмент Вместо Того Чтобы Ити Сюда На самом Деле Правильнее Было Бы Сразу Уйти С Дороги И найти Вот Такой Спуск С Одной С 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 Всегда Есть Такой Вот Клифф С С Которого Можно Спуститься Вниз С Другой С 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 Взрывается Больше Ауэшки При С Дроп Больше Лута При С 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 Дальше Тут Всегда Такая Развилка И С 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 Ну Просто Не Стоять В Кругах Хороший Вариант Первый Уник Неплохо Это Уник Который Мне Скорее С Немножко Даже Может Помочь Это Уникальный Жезл Картванд База И Это Сторм Призан Дает Физический Урон Лайтинг Урон Нет Это Не Уник Который Мне Может Помочь Ман Реген Плюс Один К максимуму Пауэрчарджей И шанс Получить Пауэрчардж При убийстве Весь этот Урон Не влияет На мои Заклинания То есть Это Урон Чисто Жезла То есть Если Я из него Стрелять Буду Потому что Жезлы Это Дальнобойное Оружие То Он Будет Наносить Больше Урона И Его Уникальная Характеристика Это Плюс Один Максимум Пауэрчарджей И шанс Получить Пауэрчарджей При Три штуки В данный момент И Каждый Пауэрчардж Увеличивает Мой крит Шанс На 40% 40% От Текущего Точнее От базового Крит Шанс То есть Сейчас У меня Крит Шанс Фрис Пульса Сколько Даже Нет Базовый Шанс Крит Шанс Фрис Пульса Это 6% То есть Оно Даст 40% От 6 Сейчас У меня Он Немножко Выше Потому что У меня Есть Немножко Крита У меня Сейчас 7.2 Потому что Эдпоинт Дает Крит И Все По сути И Кинжал Нет Кинжал У меня Нет Может быть Что-то Еще Дает Крит Может Нет Но В общем Да Пауэрчардж Дает Мне Крит Шанс И Они Там Длятся 10 Секунд По дефолту И Обновляются С каждым Следующим Полученным То есть Если Если у У меня Одна Секунда Осталась Если я убиваю Противника И у меня Прок Этот шанс 25% То у меня Становится На один Пауэрчардж Больше И у всех Пауэрчарджей Их общая Длительность Становится Снова 10 секунд Но В данный момент Это мне Не очень Помогает Конечно Это глобальный Крит От Пауэрчарджей Но У меня Не совсем Крит Билд Так что Хрен с ним Ну окей Что там Еще было Мебер Шлем С несколькими Синими Сокетами Ну ладно Не важно Это Харбинджер Еще один Ну да Естественно С этим С этим Жезлом У меня будет Максимум Не 3 Пауэрчарджа А 4 На скил 3 Есть поинт Которые Увеличивают Максимум Пауэрчарджей И уники Некоторые Увеличивают Максимум Пауэрчарджей Ну окей Харбинджер Умер Хаус Шарды Аутим Шарды И Байндинг Шарды Неплохо Я встретил Мастера Первого Эурион Мастера Это еще Одна Механика Я иногда На локациях Встречаю Вот так Вот этих Чуваков Их Вообще 8 Разных В игре Но В нормальной Ситуации При прохождении Я могу Встретить Только 6 И причем Они еще И ограничены Тем Когда они Начинают Спавниться То есть В первом Акте Я могу Встретить Только 2 Во втором Акте Я могу Встретить Этих 2 Плюс еще 2 В третьем Акте Я могу Встретить Все 6 Всех Шестерых И Они Ограничены По одному На локацию Максимум И в данном Случа Это Эурион Если я с ним Он Говорит Убивать Столбы Если их Несколько Вокруг Него Стоит И мне Нужно Будет Его Защищать Либо Там Какое Время Либо От Какого Количества Волн Либо Еще Что Неподобное И Собственно Давайте С этим Разберемся Да В данном Случа Мне нужно Накормить Столб Душами Он Дает Мне Бонус В данном Случа Он Дает Мне Энерго Щит И Дает Мне Души То есть Мне Нужно Убить 50 Врагов В Этом Круге Причем По-моему Поднятые Обратно Некромантами Враги Не считаются Ну-ка А нет Считаются Ну окей Тогда Вообще Халявно И враги Постоянно Будут Спавниться И приходить Сюда Если Столбы Убьют Я провалю Эту Миссию Если Меня Убьют То Я Тоже Провалю Эту Миссию Но Это Довольно Просто В данный Момент Хотя Не знаю Может Они Не успеют Убить Столб И Теперь Он Ничего Мне за это Не даст Но Он Прокачается Немножко Он Почти Прокачался До Второго Уровня И Когда Он Прокачается До Третьего На самом Деле Уровня То Там Я Буду Иметь Возможность Разные Вещи Полезные Делать Когда Первый Мастер Прокачается До Третьего Уровня И После Этого Все Остальные Достаточно До второго Качать Но Пока Что Я Просто При Встрече Прохожу Их Сайдквест И Коплю Их Опыт Потом С этим Можно Что-то Сделать Вообще На самом Деле Полезнее И проще Их Игнорировать Пока Что И начинать Проходить Где-то Так Актив Шестом Седьмом И дальше Потому Сейчас Он Мне дал Там Три Четверти Первого Уровня За Одну Миссию Если Я Встречу Не Встречаю До Этого И Не Делаю Ничего С ним До Этого Где-нибудь Там В шестом Акте То Он Мне Даст Три Четверти Второго Уровня За Одну Миссию Почти До И Миссии По Сложности Как бы Они Сложнее Из-за Того Что Просто Монстры Более Высокого Уровня Потому Что Оно От Уровня Локации Скейлица Но По Тому Что Нужно Делать Они Примерно Так Что Поначалу Эти Мастера Это Просто Потеря Времени Но Тем Не Менее Я Буду Проходить Просто Чтобы Показать Как Оно Работает Ну И Дальше Я Перехожу На Кладбище Кравлей У меня Прокнуло Мое Пророчество Так Что Здесь Теперь Жабы И Видимо Чтобы Не потерять Это Пророчество Я Прохожу Эту Локацию Сейчас Я Хотел Дойти До Вейпоинта И Закончить Наверное Хорошим Вариантом Будет Дойти До Следующего Вейпоинта И Закончить Небольшая Бутылка Маны В общем Где-то Здесь Должны Быть Жабы Возможно Я Их Встречу Даже Вот Так На Этой Локации Живут Водные Элементы Призраки Пиратов Ро И Все Вроде Б Ну И Да И Жабы В данный Момент И Жабы Дропают Лут И Убегают От Меня Я По ним Попадать Не Могу Почему-то А Также На Этой Локации Есть Спуск В Пещеру И Это Сайд Квест И Это Полезный Сайд Квест Потому Что Он Дает Скилл Поинт Так Что Видимо Я Иду В Пещеру Сразу Это Будет Слегка Длинное Видео Ну Окей Та Локация Никуда Не Денется Потому Что Пещера Довольно Короткая Пещера Я Просто Иду Вперед Я Этот Сайд Квест Выполняю До того Как Я Его Получил Потому Что Там Можно Найти Персонажа На Предыдущей Локации Который Дает Этот Сайд Квест Но Тем Не Менее Можно Его И И После После Этого Когда Я Убью Он Откроется И Дроп Какой Лут Что Интересно В стронбоксах Они бывают Магическими Они бывают Редкими Уникальными И их Можно Модифицировать Я могу Использовать Трансмутацию Которая Улучшает Белый Предмет До Синего Я могу Использовать На стронбокс И улучшить Его До Синего И в данном Случа Это Добавило Только Тот Факт Что Он Сумонит Скелетов Но У синего Стронбокса Может быть Один Положительный Модификатор Один Отрицательный То есть Сумонит Скелетов Это Отрицательный Модификатор И У меня Есть Орба Аугментации Которую Я до Этого Подобрал Но Не Сказал Про Ничего Орба Аугментации Он Добавляет Синему Предмету С Одним Статом Он Добавляет Второй Стат Это Единственное Его Применение То есть Он Работает Только На Синие Предметы У Которых Есть Всего Лишь Один Стат И Он Добавляет Им Второй Ну И В данном Случа У этого Странбокса Один Стат Так Что Я получу Плюс Три Уровня Соответственно С него Выпадет Шмот Который На Три Уровня Выше Скиптор Этот Я возьму Потому Что Он Потом Понадобится Может Быть Ну И Я Накидаю Ловушек Сразу Открою И Вот Он Заспаунил Целую Кучу Кальмаров И Призраков Пиратов Они С такими Кругами Это Символизирует Ух ты Хаос Это Символизирует Что Они Привязаны К Стронбоксу Если Я их Убью Он Откроется И Надропает Кучу Всякого Хлама Который Мне Нафиг Не Нужен Но Что Поделать Еще Кучу Хлама Который Не Отображается Из-за Моего Лот Фильтра Потому Что Он Слишком Низко Уровневый Окей Зато Я Уровень Получил И Хаос Орб Хаос Орб Это Очень Даже Полезно Это Основная Валюта В игре То есть Если Вы Покупаете Что То У Других Игроков То Вы Скорее Шмотку Опять же С Другими Статами В Желтую Шмотку То есть Если Я Кину Этот Орб В Эти Перчатки Это Останутся Рохайд Глоз Перчатки В них Останутся Такие Же Сокеты Но Вот Эти Четыре Статы Которые У них Есть Они Поменяются На Какие То Другие Статы И Не Обязательно Даже На Четыре А От Трех Д6 Так что Это Довольно Полезный Орб Ну Ладно В качестве Врагов На этой Локации Присутствуют Эти Кальмары И Презерки Пиратов У которых Есть Флитер Страйк Удар С телепортом От которого Хрену Вернешься Что Неприятно И Также Водные Элементы Которые Или Или Нет Вроде бы Тут Были Водные Элементы По Крайней Босс Здесь Элементы Да Рядом С ним Тоже Есть Они Кастуют Айс Нову И Всякие Подобные Вещи И Босс Замедляет Аурой Но Это Не Очень Помогает Окей И Здесь Я Подбираю Олд Флейм Это Квестовый Предмет Который Мне Нужно Задать Персонажу На Предыдущей Локации Здесь Выход Обратно На Предыдущую Локацию Которая Меня Приведет Туда Откуда Я сюда Заходил Окей А Что касается Персонажа Этого Он Всегда На Берегу Так Что Мне На Сам Дели Нужно Немножко Другую Сторон Идти Потому Что Я Как-то Вдоль Вдоль Края Прошел Корабль В котором Эта Пещера Он Немножко Рандомно Расположен Где-то Посреди Локации Но Он Никогда Не На Берегу Прямо Но Кроме Этого Никаких Увы NPC В принципе Обычно Рядом Свои Поинтам Но Не Всегда То Есть Наверное Там Не Знаю 80 Процентов Ситуации Он Рядом Свои Поинтам И Вот Такой Подъем Всегда К нему Это Фергрейвс Капитан И ему Нужно Этот Олфлэйм Отдать Который Я Получил Так Что Мне Сделать С Местом Потому Что Я Хочу Этот Хроматик Предмет Подобрать Окей Когда Я Ему Отдам Олфлэйм Он На Меня Сагрится И Насумонит Скелетов Себя Так Что Я Накидаю Ловушек Заранее И Он И Использует Спектр Утроу Вот этот Бросок Который К нему Возвращается Он Может Домажить Несколько Раз То Если Я Стою В Конечной Точке То Он Прилетает И Наносит Урон Три Раза И Также Он Сумонит Черепа Которые Тоже Подлетают Ко Мне И Жрут Меня Но В Принципе Ничего Особенно опасного Большая Бутылка Маны Чтоб Я не Подобрал Не Я Подобрал Что А Я Подобрал Броню Она Так Ну Не Сойдет Побегаю В Броне Немножко Она Конечно Замедляет Но Что Поделать Зато Место Окей Теперь Я убил Фаергрейвса И В городе Я получу За это Скиллпоинт Там Еще Какой-то Шрайн Это Шоковый Шрайн Он Кастует Шокнову Вокруг Себя Не Бафает Врагов Но Кастует Шокнову И В данном Случше У него Особая Шокнова Которая Оставляет Шоковую Землю И Когда я На этой Шоковой Земле Стою Я получаю Больше Урона На 20% Вроде бы И Если я Эта Шрайн Активирую То Вокруг Меня Будет Шокнового Только Миллион Раз Меньше Но Она Тоже Оставляет Шоковую Землю Которая Тоже Увеличивает Урон Который Получают Монстры Стоящие На ней На Те же Самые 20% Окей Теперь Осталось Только Найти Выход Из этой Локации Я Тринадцатого Уровня Что Выше Чем Я Обычно На этой Локации И Выше Чем Мне Чем Как бы Необходимый Минимум Для того Чтобы Использовать Следующий Навык Который Мне Сейчас Дадут За Выход Из Эта Локация И Выход Из Нее Иногда На Берегу Как бы Он Там Больше Он Часто На Берегу Скажем Так Но Иногда Бывает Что Сказал Что Он Обычный На Берегу Но Его Действительно Здесь Нет Так Что Видимо Я Зря Сюда Иду И Надо Было Идти На Берег Да Здесь Есть Водные Элементы Которые Кастуют Коуд Снап Это Ледяной Урон Который Прямо На Мне Появляется Если Я Двигаюсь То Он Сзади Меня Появляется Так Что В принципе Он Не Попадает Но Кроме Этого Это Кроме Того Что Просто Постоянно Двигаться От него Как-то Увернуться Особо Нельзя Потому Что Он Без Какого Либо Особого Предупреждения Появляется Прямо На Мне И Дамажит Он Довольно Больно Ну Не Здесь Но Если Я На Более Высок Уровнях Встречу С Такими Врагами То Это Может Быть Проблемой Особенно Если Их Ну Да Ладно Вот Он Выход И Это Пещера Пещера Ненависти Или Что Типа Того Ярости И За Вход В Эту Пещеру Я Получаю Одну Награду Это Камни И Также За Убийство Фаер Грэвс Я получаю Стилпоинт Что Тоже Довольно Неплохо Но У Мне Не Хватает Мест Чтобы Взять Этот Стилпоинт Надо Ли Мне Что Опознать Сапоги И Другие Опознаю Это Я Сразу Продам Это Я Сразу Продам Жезл Это Конечно Уникальный Предмет Но Это Трешевый Уникальный Предмет Который Никому Нафиг Не Нужен Ничего Не Стоит Так Что Я Просто Продам Вендор Получу Немножко Кусочков Альтерации Немножко Кусочков Алхимии Сойдет Большую Манофласку Я могу Три Продать И получить Грейтер Манофласку У меня Конечно Одна Уже Есть Но У меня Одна Уже Есть Теперь Будет Две Также Я могу В принципе Три Таких Продать И получить Грейтер Лайф Фласку Но Может Стоит Сначала Найти Еще Одну Что Касается Ботинок И те И другие Имеют 10% Мувспида Что Неплохо И те Имеют 13 Хитпоинтов Что Тоже Ну Лучше Чем Мои И На Одних 7% Файр Резисты И Стану Блок Рекавери На Других 6 2 Резистов И Увеличенный Вейджин Это Звучит Получше Тем Более В них Синий Сокет В который Я смогу Вставить Флейм Дэш Адекватно Окей Теперь Что Касается Награды Что Мне Дают Рив Турсирует Несколькими Огненными Новыми Интересная Штука Но я Никогда Сам Не Пользовался Латинг Трап Электрововушка Немножко По другому Работает По сравнению С огненной Ловушкой Но Тоже Ловушка Блейд Вортекс Это Тоже Довольно Интересный Навык Я его Кастую И он Вокруг Меня Какое То Время Как бы Я При Касте Блейд Вортекса Появляется Нож Который Вокруг Меня Круги Нарезает Какое То Время И Дамажит Врагов Когда Я К ним Подхожу И он Стакается До 20 Раз Интересная Штуковина И Эссенс Дрейн Тоже Интересная Штуковина Это Хаос Дот Но Вместо Того Чтобы Брать Что Либо Из Этого Я Открою Покупку И возьму Вместо Этого Скорчин Грей Это Тот Транспутацию И Большую Часть Всего Этого Я Про Игнорирую Потому Что Тут Слишком Много Всего Чтобы Все Это Описывать И Как Оно Работает И Что Оно Делает Все Такое Но Также Я Попытаюсь Сделать Кое Что Еще Во Первых Мне Не Помешает Кольцо С Коуд Резистом Потому Что Следующий Серьезный Босс Дамажит Льдом Но Во Продажи Торговцам Разных Предметов В частности Если я возьму Железное Кольцо Совершенно Любое И Я возьму Совершенно Любой Красный Камень Самый Дешевый Который Я могу Получить Стоит Транспутацию Я конечно Все свои Транспутации На это Потрачу Но Ладно Я Продам Это Железное Кольцо И Этот Камень Я Получаю Кольцо С Огненным Резистом Которое Почему Требует И То же самое Если я продам Синий камень Я получу Кольцо С Ледяным Резистом Нет Синий камень С электрическим Резистом И зеленый С ледяным Как то так И так же Есть еще один Момент Если я продам Жезл Такое Кольцо Возможно Нужен Магический Жезл Я точно Не помню Но сейчас Проверим Жезл Кольцо С резистом И альтерацию Да Нужен Действительно Магический Жезл То Я получу Жезл С Кинжал В общем Любое Кастерское Оружие То я получу То же самое Оружие В нем Будут те же Самые Соки Хоть они Не отображаются Но Оно Поменяет Его магические Статы На плюс Один Уровень К камням Того Типа Которого Я продаю Кольцо С резистом То есть Кольцо С огненным Резистом Дает плюс Один К огненным Камням И это Довольно Полезно И это Мое Следующее Оружие Это Жезл Который Дает Плюс Один К уровню Вставленных В этот Предмет Огненных Камней И Скорчинг Рей Который Я взял Это Огненный Камень Так что Он сюда Неплохо Зайдет Что я К нему Хочу Залинковать Я хочу К нему Залинковать Вещь Которую Мне тут Продают Но Которую Я До этого Не брал Это Шанс Поджога На самом деле Шанс Поджога Сам по себе На 11% Что В принципе Слегка Помогает Ну И Как то Так Это Все Будет Работать И Это Я Скорее Всего Выкидываю Пока Что И Вставляю Вместо Сюда Порпус Стормс И Аркейн Сюрдж Ну Окей Ну С тем Что Это Все Из себя Представляет И Как Это Все Работает Я Буду Разбираться Уже В Следующий Раз Так Ж Одной Аггументации Зато У меня Теперь Есть Одна Алхимия И Алхимия Она Делает Белый Предмет Желтым С Рандомными Статами От 3 до 5 Рандомных Статов Но Пока Что Я Не Хочу Ничего С Этим Делать Окей В Следующий Раз Буду Разбираться Со Скорчен Греем И Тем Что Он Делает Как Он Вообще Работает Зачем Он Нужен А на Сегодня На Этом Все Я Надеюсь Вам Понравилось Это Видео Спасибо За Просмотр С Вами Был Ваймс Пока